У першиню идею створения у Гомеля молодежного жилого комплекса огочили в 1984 году. Инициаторами выступили работники Рады и завода, Конструкторского бюро «Промень» и Конструкторского бюро системного программирования. Были такие предприемства. У жюни 1986 проект поддержали в городском комитете комсомола. На початку наступного года его одобрали в городском ваконавчем комитете и в Совете народных депутатов. Рух по обладательству молодежных жилых комплексов в Советском Союзе начался в 1971 году. По особенностям это был широкомасштабный социально-экономичный эксперимент с головной метрой огостворения нормальных жилевых и культурно-бытовых умов для молодых семью. В то время были совсем другие подходы. С одной стороны, молодежь достаточно долго стояла в очереди на жилье, с другой стороны, строительных комплексов не хватало рабочих рук. Молодежь оставляла на год, ну где год, где больше, где меньше, оставляла свои предприятия, выходила на стройплощадки, своими руками строила, и потом возвращалась на свои предприятия. И за счет того, что строили, они получали внеочередное право на получение жилья. Вот это был основной принцип. Сегодня молодежные жилые комплексы поравновывают с такими масштабными проектами, как освоение садины и будовництва БАМа, при том, что в этом выпадке отрывалось и подбегнуть факту формализму и максимально наблизить комсомольскую инициативу до реальных потреб человека. Правда, для того, как стать членом кооператива, необходимо было быть саправдой ебшим. Будущий боец комсомольского молодежного строительного отряда МЖК, который будет строить дома, он должен был быть активным и на производстве, и в комсомоле, и в МЖК, и ходить в ДНД или оперативный отряд, посещать субботники. И вот таким образом ежемесячно подводились итоги, выстраивался рейтинг, у кого больше баллов, у кого меньше. Сегодня, я не узгадываюсь, процевали сумленно, тем больше, чтобы давали для себе. При этом помощь с домами узбодились ящие объекты социальной сферы. И хоть тут основные финансовые затраты права на себе держава, але у деятельности этих установок члены кооперативу прымали самый непосредный удел. У Сонечным, на вот пешего директора местовой школы, у 1990-м годе выбирали на ахульном сходе. Первый единственный случай в истории города Гомеля, не знаю, как по стране, это выборы директора школы жителями района, в частности, МЖК Солнечный. Он не был назначен отделом образования, он был избран жителями района. Потом же его кандидатуру утверждали, исходя из этого. 20 годов тому члены молодежного жилого комплекса Солнечный створили властный музейный покой. На теперь уже в историчных вздымках первая будовничная отрада, первая сенгазета МЖК «Авка», якая облачала свет на праканце 1987-го и закладка пешего камня о 88-м, за 30 годов у жития МЖК «Авцов» шмат чагу изменился, а не засталось, а макчама самая головная, я не прайнейшему члены одного великого и дружного коллективу. У нас есть люди, которые по 30 фамилий могут назвать соседей. Идите, найдите хоть какой-нибудь дом, который может назвать соседей 30 человек, фамилии, детей, в каком классе ходят. И самое интересное, пройдите по МЖК, они здороваются. Каждый человек здоровается друг с другом. Это такое редкое явление. При этом не надо никаких денег. Мы в государстве не просим денег. Мы создали ту среду обитания, о которой мы в той молодости своей комсомольской мечтали. Олег Синтеров, Игорь Маришенко, телерадио «Компания Гомель».